Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Евгений. Я Лапанюта. Мы сейчас отдыхаем в Египте, город Шарм-эль-Шейх, и в очередной раз пришли встречать рассвет. Только в этот раз решили пойти на то классное место, которое мы нашли для фотосессии, а чуть поближе. Вот за нашей спиной наш отель Марина Шарм, в который мы купили тур на девять ночей за 770 долларов на двоих. И мы сместились чуть в сторонку. Здесь вот такой какой-то заброшенный пляж. Я даже не знаю, к какому отелю он относится. И, как всегда, помимо просто лицезрения рассвета, мы вам еще снимаем красивый таймлапсик. Только я его, конечно, еще не видел. Он еще пишется. Солнышко только-только подымается. Но я уже понял, что я немножко лоханулся, потому что первые кадры, когда появлялось солнце, походу его закрывал кораблик. Вот негодяй-кораблик. Вся надежда на вот этот телефон. Но это не точно. Они стоят рядом. Но вы это уже видели, а я посмотрю спустя минуток, наверное, 10-20. Благо, здесь нас никто не будет прогонять. Потому что вот там, вот там, когда мы снимали. Охранник нам сказал, кыш отсюда. Хорош вам снимать. Еще. Я думаю, у вас уже есть удивление на лице. Ну, Аллу мы знаем, что она любитель ветровочек. Женя, а с тобой что не так? Да, ребята. Утро. Плюс 14. Ну, сейчас уже то ли я нагрелся ветровочкой, мне комфортно. А как только мы вышли из номера и шли по территории Аделя, говорю, Алле, доставай мою ветровочку. Чего-то как-то свежевато. Но сегодня и по прогнозу обещают немножко. Не то, что похолодание, но по сравнению с другими днями, наверное, похолодание. Было 24, 25, 23. Сегодня обещают максимум 21. И да, раз я говорю сегодня, то это значит, что мы для вас снимаем очередную часть актуалочки. Опять проведем вместе с вами свое утро. Потом по старой доброй традиции постараюсь как можно быстрее его смонтировать и пульнуть на YouTube самую актуальную информацию. А еще самая актуальная информация и куча ответов на ваши вопросы есть в моем Instagram. Подписывайтесь обязательно. Там же будет розыгрыш подарков среди наших подписчиков в конце нашего вот этого отдыха. Так что подписывайтесь. А мы еще немножечко понаслаждаемся расцветиком и будем топать туда. Может, кстати, прогуляемся просто по пляжу. А то мы когда изучали подводный мир бухты на Амабей, мы, конечно, до пляжа Новотелла сплавали. Вот, кстати, все расстояние, что мы стартанули от Marina Sharm. И вот туда по морю с ластами проплыли. Кстати, если не видели этот выпуск, вот здесь в подсказке есть ссылочка. Там мы рассказали, где нужно искать кораллы и рыбки в бухте на Амабей. Так вот, по воде мы его изучили, потом просто вернулись в отель и все. А за Новотелл мы так и не прогулялись. Нужно исправить это действие. Но пока что наслаждаемся солнышком, которое поднимается все выше и выше и слепит все больше и больше. Слепит, правда? Правда ж слепит? Солнце поднимается все выше, Женьке становится все теплее. Все, я уже снял ветровочку. Стало намного-намного комфортнее. Кстати, очень частый вопрос, особенно во время отдыха зимой, да и вот так, если взять начало весны. Типа, а не холодно ли? На градуснике там, например, 23 градуса. Это ж не жара, ребята. В Египте днем это будет жара. Потому что, вот, например, сейчас, хоть за моей спиной прибойчик есть, но ветра вообще нет. Пальмы стоят вообще. Вроде бы не колышутся. Штиль в плане ветра. Так вот, в такую погоду солнце так припекает. Мы вот вчера часок-другой полежали под палящим солнышком. Правда, без зонтика, потому что все шезлонги были заняты либо туристами, либо половина шезлонгов была занята полотенцами. Так мы подгорели. С учетом того, что мы отдыхаем уже сегодня какой? Девятый. Девятый или десятый день. То есть кожа наша уже привыкла, но нет. Ну ничего, мы за ночь впитали весь наш загар. Ничего не болит, ничего не чешется. Тем временем проходим пляж отеля Мари Тим Джоли Уилли. Народ уже тоже выходит загорать, купаться. Вот здесь, кстати, у этого отеля около понтона походу тоже часто прикармливают рыб. И когда мы плавали с маской, то именно около понтона их было довольно много. Только, правда, одного вида. Самые популярные или как, самые распространенные такие полосатые, я их называю египетские караси. Что за модели рыбы, я не знаю. Но здесь их много. Но если хотите прям красивый подводный мир именно в бухте Намабей, нужно пройтись еще чуть дальше. Казалось бы, бухта одна и довольно такого небольшого размера. Но у каждого отеля все же отличается и пляж, и заход в море. Вот мы стоим около того же пляжа Мари Тим. И по людям видно, что глубина здесь набирается значительно резче. У нас, чтобы дойти по пояс, нужно за буйки зайти и только там уже комфортно плавать. То есть здесь люди, ну вот, чуть-чуть проходятся. Им уже по коленке, по пояс. Только что плавали вообще. Ну, еще чуть дальше, все, уже по шею. И, ну, глубина, понятно, отличается. И отличается песок. У нас он такой, как, сбитенький, да? То есть здесь более сыпучий. Давай, Алла, демонстрируй. Так и хочется погрузиться все глубже и глубже. А если, к примеру, взять заход в море около отеля Файроуз, то прям под берегом присутствуют то ли камни, то ли кораллы. Мы, когда плавали, мы закончили наш заплыв около отеля Новотел. Но, правда, ближе там к выкам. И когда хотели выйти на берег, все как-то было ограждено кораллами. И именно около Файроуз мы нашли между камушками такой выход. Вот и то. Мы как-то аккуратно выходили, потому что рыба-хирург вообще оборзела. Прямо около берега плавала. А мы уже маски сняли. Уже не так видно было. Так что перед выбором отеля также уточняйте, какой отельный пляж. Все же они отличаются. А у отеля Газала Бич туристы больше любят поспать, нежели в отеле Моритим. В отеле Моритим уже много довольно людей вышло на шезлонги. А здесь вообще пусто. Никого. Может, правда, отель не работает? Не знаю, но... Выходите! Пора уже загорать, купаться, солнышком наслаждаться. И у меня сразу блиц опрос. Напишите в комментариях, в котором часу вы обычно просыпаетесь на отдыхе. Например, за вот этот наш отдых, мой стандартный подъем в 5 утра. Ну ладно, я иногда, конечно, позволял себя поспать до 5.15. Извините. Такая слабость. Но мы всегда с Аллой рано просыпаемся. Подожди, как мы с Аллой? Я в 5. Кое-кто в 7. Так не честно. Я просто вам видосы монтирую. У меня нерабочее настроение ночью. Мы обычно тусим до 12 ночи. А потом Женька просыпается. Так, следующая... А потом в Киеве будет отсыпаться? Да, мы будем в Киеве отсыпаться. Вот именно. Хотя у нас такое было, что мы были на отдыхе. Каждый день рано просыпались. Говорим, все, как вернемся в Киев, первые дни будем просто отсыпаться. Никуда не нужно спешить? Да, конечно. Приехали в Киев. Организм, походу, привык. И все. Вода намочила ноги. И все. И мы все равно вставали пораньше. Так, следующий отель. И кроме молодого человека, который, походу, следит, чтобы ночью никто не купался, больше никого нет. А это у нас отель. Непонятно. Ну, мы уже около отеля Пайроуз. Судя по карте. Я вместе с вами изучаю бухту на Амабей на предмет расположения отелей. Я знаю, где Марина Шарм. Или До. И... Не Новотел, Новотел тоже знаю. И этот. Трапител. И да, ребята, забыл сказать. Мы утром, когда выходили снимать рассвет, а с номера мы вышли где-то полшестого утра, и шли уже в сторону ресепшена, видим, на ресепшене гуляют два парня, и один другого снимает на камеру. Типа в виде какого-то клипа. Думаю, что-то, какое-то знакомое лицо и знакомый силуэт. Как мне кажется, это был Серега. Алла, когда увидела его нынешнюю фотку, певец Серега, сказала, да, это был он. А если это был не он, то тот парень очень подражает ему, потому что и вот эта светлая борода, и вообще силуэт. очень и очень похож. Так что, просыпайтесь пораньше, может, встретите какую-то звезду. Но мы не подходили. Еще мы будем мешать съемочному процессу. Люди снимают, пускай снимают. Хотя странно. Если это был Серега, еще он остановился в Марино Шарм, да? Есть отели и покруче. Может, правда, вид понравился. Ну что, пришли, да? Прогулялись или по воде пойдем? Мы просто дошли по... По... До Файроуз Бич. И здесь... Заборчик. Подожди. А мы тогда здесь выходили с воды? Или... Ну явно его никто не двигает. Просто я без проблем сейчас хожу по воде. А кое-кто не хочет окунаться, да? И все. Вот это мы так прогулялись. Очень хорошо. Ладно, идем назад. А говорила, давай за Новотел прогуляемся. Ребята. Газала Бич. Файроуз Бич. Промежуточный пляж, не знаю. Карту на Амабея. А вот то уже пляж Новотела. Ну, извините. Не пройдем. Идем назад. Сходили мы только что на завтрак. Решили покупаться. Но кое-у-кого тут акция протеста. У кого тут акция протеста? Говорю, пойдем купаться. Зашла по пояс, говорит, нет, не пойду. Холодно что ли? Не холодно. Смотрите. 23,5 градуса температура воды. Градусник держал в воде. Я минут 5 точно. Если не больше. Теплая вода. 23,5. Давай. Всем вода, вода. Всем вода, вода. Да, нормальная вода. Да, сейчас температура воздуха на полдевятого утра уже плюс 17 на 3 градуса стало выше. Но когда стоите на берегу, чисто под солнцем, жарко, понятно, что нужно просто остыть. И все, и будет класс. Давай. Купайся, купайся. Я сейчас задержусь, вода плюс 2,4 станет. Протестатор. Хорош протестовать. А ну возьми градусник. Оп-оп. В смысле все? Кстати, а вы знаете? Вы знаете, как в Египте котов призывают? Мы недавно катались в город. Если у нас дома говорят кс-кс-кс, ну или кис-кис-кис, угадайте, как в Египте. Подскажешь нам? Ну подскажи. Да, у них зовут котов. Пс-пс-пс. Пс-пс-пс. У нас, если кота долго так звать, можно куда-то захотеть побежать. Так что, Алла, давай. Как в Египте. Пс-пс-пс-пс. Пс-пс-пс-пс. Не знаю. Я стою уже в воде, ну правда, минут 10. Держу градусник. Хорошая вода. Понятно, что поначалу немножко свежеватый кажется, но если сделать вот так, стало легче. Все. Уже хорошо, правда? Вот что значит быть теплолюбивым. Убежала Алла. Все, уже на берегу. Не догнал. А тем временем я подошел к буйкам и, как видите, сегодня с утра есть прилив, потому что я уже по шею стою в воде. А это обычно здесь не свойственно. Очень часто днем бывает отлив, что вы дойдете только по пояс, ну либо по грудь. а сейчас вот если я прям на пятки встану, то, как видите, борода мокнет. Ой. Класс, вода. Просто нужно пару минут терпения. Вот это нежданчик. А кто это к нам идет? Да ладно. Да ладно. Теплолюб передумал. Давай руку. Я тебя знаю. Хорошо. Давай. Пс-пс-пс. Пс-пс-пс. Раз. Угу. Два. Двадцать минут. Тридцать минут, да? Скоро обед уже будет. Давай. И? И? Ощущения? Давай. Холодно. Какое холодно. Двадцать три с половиной градуса. Температура воды пол девятого утра. Температура воздуха плюс семнадцать. Вот здесь, да. Сводится немножко свежо. А так в воде уже класс. Да? Ну, нормально. Пойдет. А, уже нормально пойдет? Да. Какие-то у вас переменчивые политические взгляды. Вам не кажется? Ладно. Будем мы в наслаждение купаться. А с камерой делать это не совсем удобно. Так что я ее сейчас на берег отнесу и буду дальше Аллу тащить на глубины. Да-да-да. Да-да-да. Остановись. Остановись. Да. Так что на этом это видео мы будем заканчивать. Оперативную сводку погодных условий день в день мы для вас сделали. А впереди вас до сих пор и постоянно ждут все новые и новые выпуски с Египта. этот же выпуск был внеочередной. И вот чтобы их не пропустить обязательно подписываемся на канал лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok